Гель, лак, втирка, основа, фреза. Для большинства современных мужчин это слова из мира параллельной вселенной. Но для уже бричанина Андрея Пахомова этот лексикон из мира маникюра и педикюра уже давно стал вторым языком. Мужчина родился в России, далее переехал в Брест, где окончил 9 классов, но профессиональное обучение решил получить в Польше. Закончил в польскую школу обычно, входил в польскую школу и переехал в Варшаву, и в Варшаве как-то все закрутилось. Начал работать на съемках фильма, увидел, как работают визажисты, парикмахеры и захотел открыть свое дело. Чтобы в Польше что-то открыть, соответственно, надо что-то уметь. Ну, изучив всю структуру, так скажем, красоты этого направления, сама быстро была отучиться на мастера по маникюру, как бы что мне и требовалось. Вот так все и закрутилось, отучился, открыл свой кабинет в Польше. Как признается Андрей, в Польше никто не задавал сомнительных вопросов про будущую немужскую профессию. Но спустя некоторое время он снова переехал в Брест на постоянное место жительства. Пришлось переучиваться. И тут отбоя от таких вопросов уже не было. Андрей не обращал на это внимания, лишь шел к заветной цели. Когда уже переучивался тут, уже как бы обучался всем направлениям. Тогда меня заинтересовало еще наращивание достаточно серьезное. Бандучился на наращивание, соответственно, на педикюр получить все разряды, чтобы он мог как-то работать в Беларуси. Но в дальнейшем, смотря на то, что мужчина будет развиваться именно в направлении маникюра, немножко не то, что мне не подходило. Я также понимал, что все мы взрослеем, да, мальчик, как говорится, уже мужчина, там лет 50 будет цветочки на ногтях рисовать. Это как-то не очень будет выглядеть. И исходя из того, что когда я делал педикюр, очень многим клиентам, так скажем, нравилось то, что очень хорошо мне получается вросший ноготь обрабатывать в этом направлении. Я же стал изучать, да, что можно еще привести, придумать. Андрей начал искать, где можно обучиться на подолога. На тот момент в нашей стране не было никаких курсов. Пришлось осваивать профессию минских подологов, а также у российских и немецких хирургов. Параллельно мастер решил начать собственное дело и перестать работать на кого-то. После открытия Центра ногтевой эстетики в Бресте проблем с нехваткой клиентов он не испытал. Все благодарные пациенты перешли за Андреем. Кстати, проблем с ногтями у людей возникает огромное количество, причем на них не всегда обращают должное внимание. Крепковое поражение ногтевых пластин, клиенты с сахарным диабетом, синдром диабетической стопы вросший ноготь, соответственно. Любые деформации, дистрофии ногтевых пластин, мы занимаемся тем, что другие салоны делают. То есть вы решаете проблему здесь и сейчас сразу же, всегда? Тут чуть-чуть не так. По дологе мы больше консультируем клиента, мы не занимаемся лечением. Это все на базе бытовых услуг. Но мы сотрудничаем с медицинскими учреждениями, соответственно. Наша задача найти проблему на ранних садях и в дальнейшем, чтобы врач вел этого клиента. В месяц в салон к Андрею в среднем обращаются около 300 человек по разным вопросам с различными проблемами. Для него важно не просто профессионально, доступно и безболезненно вернуть здоровье и красоту рукам и ногам человека. Главное – помочь решить проблему в корне. Но зачастую люди сами ищут эти проблемы, обращаясь к мастерам по маникюру и педикюру, работающим на дому, утверждает подолог. Почему скептически отношусь? Естественно, саннорма. Саннорма – это страдает у всех. Не скажу, что у нас все идеально, но мы стремимся, чтобы это было на высшем уровне. У нас все идеально. Могут как-то и смортить мастера ногти выплатить? Конечно, безусловно. Что касается именно направления подологии, да, это вообще неприемлемо. Это, не знаю, может неправильно сравню, как аппендицит надо было вырезать. Это абсолютно неправильно, это должны быть отдельные центры, я считаю. Конечно, как и у любого амбициозного человека, у Андрея есть свои огромные планы на будущее. Это открытие медицинского центра с командой специалистов-подологов, которые будут сфокусированы лишь на здоровье рук и ног. А значит, за красотой дело не постоит. Ведь яркую бабочку или цветок на ногтях сможет нарисовать любой начинающий мастер.